всем привет меня зовут дина и я рада приветствовать вас на своем канале что я об этом думаю и каждый раз когда я собираюсь записывать видео я думаю про что бы вам интересного рассказать и жизнь сама подкидывает определенные ситуации с которыми хочется поделиться которые хочется обсудить и в общем то сегодня я решила рассказать вам о том что я считаю одним из самых больших и главных минусов в эстонии конечно кому то покажется что это не такая уж и проблема но в целом когда ты постоянно сталкиваешься с подобными ситуациями это раздражает это нервирует это выводит из себя в конечном итоге ты понимаешь что в целом ты ничего поделать не можешь приходится просто смириться адаптироваться и жить дальше и мне бы очень хотелось если вы живете в эстонии чтобы вы тоже поделились своим мнением согласны ли вы со мной возможно только мне так не везет или если вы живете в других странах мне тоже было бы интересно узнать что у вас по данному вопросу и перед тем как я озвучу конкретно о чем я буду говорить и начну обсуждать данную тему я как обычно попрошу вас не забудь подписаться на мой канал поддержать этот канал лайком оставить комментарий и давайте начинать чтобы не томите вас в долгом ожидании скажу что одним из самых больших минусов жизни в эстонии я считаю сервис а вернее его полное отсутствие к сожалению нормальный сервис нормальное обслуживание в нашей стране это действительно большая редкость то есть такое понятие как клиент всегда прав или клиент король это конечно не про нашу страну есть определенные единицы даже не компаний а людей которые видимо относятся к своей работе с душой и они предлагают максимально усилий чтобы помочь клиенту решить задачу решить какой-то вопрос и подобное бережное отношение в основном встречается в ресторанном секторе потому что понятно что ребята зависят от чаевых но в тех компаниях где наверное чаевые или какие-то бонусные программы для работников или сотрудников не распространены секторе обслуживания в общем то обслуживания никакого нету и почему я вообще решила рассказать про это потому что буквально за последний месяц я столкнулась тремя конкретными ситуациями которые и последний из этих ситуаций скажем так стала последней каплей я озвучу вам эти ситуации чтобы вы понимали в принципе о чем речь что я не капризничаю что это действительно как бы наплевательское отношение клиенту и ты как бы с этим ничего поделать не можешь я объясню почему вот смотрите значит что я имею ввиду под обслуживанием то есть я имею ввиду и большие корпорации магазины большие например большие торговые сети также и частный сектор то есть это мелкие предприниматели которые например предлагают свои услуги в качестве ремонта может быть это какие-то бьюти процедуры и в целом эти три ситуации про которые сейчас пойдет речь это просто то что со мной случилось в последний месяц а так на протяжении жизни так или иначе вот какое-то такое хамское и наплевательское отношение в сторону клиента встречается регулярно и первый случай о котором я вам сегодня поведаю будет относиться к частному сектору полгода назад я сделала ремонт ну в общем как бы оценить ремонт сразу после ремонта в целом не можешь потому что оно все приклеено заклеено в общем-то как-то все это выглядит более-менее ничего если конечно но ремонтника совсем не рукожоп и вот прошло полгода у меня стали отклеиваться плинтуса я понимаю что как бы ну за полгода если плинтуса приклеены нормально они должны отклеиваться поэтому я позвонила мастеру который делал мне ремонт и озвучила проблему говорю вот такая ситуация плинтуса отклеились и я бы хотела узнать возможно ли просить вас приехать и исправить эту неполадку потому что я считаю что полгода это конечно еще как сказать гарантийная история и человек сказал да конечно я приеду я все исправлю я все сделаю я приеду вот на следующей неделе я говорю да хорошо я сейчас работаю из дома в принципе можете приезжать любое время просто повестите меня заранее неделя прошла ни звонка ни привета ни сообщения я написала еще раз и мы договорились уже конкретно дни и конкретно времени наступил день x и за час до того как этот ремонтник мастер должен был приехать я ему вежливо напомнила стоит ли мне его ждать потому что как-то интуитивно мне что-то стало подсказывать что лунная никуда не собирается ехать я ему написала сообщение он на него не ответил я ему позвонила и он не взял трубку а так как мы переписывали с него цапи вайбере я вижу что человек все заходят но не читает мои сообщения и в этой ситуации меня даже возмутил не столько факт того что он не приехал а то что он даже не нашел в себе смелости сказать что ну извините девушка я не буду как бы исправлять свои косяки через полгода и меня удивляет это потому что эстония таллин очень эстония маленькая страна таллин маленький город сарафанное радио работает иной раз лучше чем какая-то реклама и человек совершенно не боится что что если вдруг кто-то спросит рекомендацию данный мастер я просто скажу что ну как бы мастер то может быть и ничего но через полгода все потихонечку начинает отваливаться то есть сделана такая халтурка и человек как бы не то что не хочет поехать исправить там свои какие-то косяки он просто как бы игнорирует ну мне кажется что это вот есть такой момент который показывает что это наплевательское отношение клиенту подремонтировать также мою террасу и наверное это была моя глупость сказать что наверное в этом году я все-таки не буду инвестировать в это деньги и вот он как бы тогда решил что и плинтуса у меня доклеивать не будет ну что поделать значит как бы человеке я сделала выводы естественно и никогда никому его не порекомендую естественно второй раз я к нему не обращусь и сейчас я должна буду искать другого человека другого мастера который бы приехал за отдельную плату исправлял недочеты после вот значит предыдущего мастера фломастера вот это один момент это частный сектор и мне кажется что конечно человек должен бороться за свою репутацию за свое честное имя ну видимо как бы вот вообще пофиг на вторая ситуация которая случилась не со мной а с моим другом но я непосредственно участвовала в процессе так как друг эстонского языка не знает он работает в интернациональной компании он приезжий и он жил в разных городах европы в разных странах и и он никогда не сталкивался раньше ситуации когда сервис был настолько великолепный значит это я назову как бы торговую сеть это получается антиреклама ну вот значит баухаус это большая большой строительный магазин казалось бы там должно быть все налажено все как-то на потоке быть как-то все сделано быть для людей но нет что он заказал небольшой складной стол и стол на балкон заказал с доставкой чтобы самому не париться не ехать оплатил доставку и в час икс доставка была осуществлена значит ему позвонили в домофон сказали что заказ прибыл и в общем то все и он спустился вниз нашел свой заказ и вот этот складной стул и стол которые наверное в целом там весит я не знаю килограммом весит этот весь комплект или нет было примотан на строительной пленкой к полету вот такому полету как сейчас вы видите на фотографии то есть и оставлен значит стоять внизу то есть этот полет весил килограмм 20 и что с этим полетом он должен был делать он как-то вообще не понял потому что в целом вот эта строительная конструкция это крупногабаритный мусор который у нас не принято выбрасывать или оставлять там где стоят значит мусорные баки то есть это отдельные телодвижения ты должен найти сервис который приедет за отдельные деньги заберет этот полет или ты должен его оставить себе и держать на балконе или продавать или вообще непонятно то есть как бы он его не заказывал я написала в службу поддержки клиентов баухаус чтобы они проконсультировали что же они советуют делать вот с этим крупногабаритным мусором который мы не заказывали на что баухаус ответила что значит либо мы должны сами привести эту хрень им обратно в магазин но этот полет он не в легковую машину он в целом не поместится то есть надо заказывать какой-то грузовик чтобы им доставить обратно вот эту фигню или мы должны курьером за свой счет тоже отправить им обратно я просто офигела то есть как бы ты заказываешь какую-то небольшую вещь тебе ее приматывают значит к этому полету и дальше ты должен с ним что делать я была не угомонна и написала в тарби а кайца это такая организация которая занимается проблемами потребителя и сказать обрисовала вот эту ситуацию на что мне сказали что мы вас очень понимаем ситуация конечно мягко говоря говно но помочь мы вам не можем потому что наш эстонский суд ну вот такими вопросами не занимается то есть мне посочувствовали сказали ну удачи в решении вашего вопроса и меня также удивляет что ну как бы настолько не думать о клиенте то есть а если бы женщина была или пожилой человек бы заказал бы себе заказ и вот так вот безалаберно ему значит делают доставку под солнцем того это для того чтобы заказ и при приехал значит в сохранном виде но есть другие магазины которые присылают мебели и все это делается без какого-то крупногабаритного мусора то есть упаковывается в коробке в какие-то пленки и понимаете все равно потому что наши магазины наши торговые сети знают что у нас настолько маленький рынок что сюда в эстонию не везут большой выбор чего-либо то есть если ты что-то нашел в каком-то конкретном магазине и тебе это понравилось то вероятностью 99 и 9 процентов ты не найдешь это в другом магазине то есть тебе принципе не оставляют выбора ты пойдешь туда где тебе предлагают то что тебе нужно а то что нужно может быть только в конкретном и единственном магазине или ты должен будет ждать там я не знаю несколько месяцев для того чтобы получить нужную вещь и в этом и есть основная проблема и причина неуважения клиенту потому что продавец или поставщик услуги он знает что ничего страшного подождет как-то свыкнется как-то сам подстроиться потому что у человека нету альтернативы если бы у нас был большой рынок большое количество потребителей то конечно вопрос бы стоял иначе по торговые сети магазины может частные предприниматели они как-то больше бы боялись за свою репутацию боялись за то что к ним во второй раз никто не пойдет и в общем последней каплей в море отвратительного сервиса стал магазин на продуктовый магазин который значит читается у нас одним из приличнейших магазинов то есть у нас много разных торговых сетей вот например все привыкли ругать магазин максима потому что там все время что-то не так не так лежит товар не только клиент ценник не та цена которая должна быть ну короче там все время что-то вот где-то в интернете обсуждают что максима во всем виноваты я в этот магазин не езжу не потому что меня пугает его адская репутация потому что в принципе он находится он вообще не по дороге и соответственно я привыкла ходить в тот магазин который ближе всего к дому и я хожу в этот магазин до с того самого момента как его построили там лет восемь и в основном всеми закупками занимаюсь там то есть это 400 600 евро ежемесячно я оставляю конкретной торговой сети и в общем буквально неделю назад я поехала вечером что-то купить вот чем-то перекусить думала купить какие-то фрукты сыр вот что-то что-то не ну как бы небольшое и на прилавке лежал сыр который мне очень понравился ему как-то пробовала и он был запакованный то есть он был еще не порезанный на кусочки но обычно это не проблема то есть если уже как бы закончились кусочки ну сыр есть на прилавке ты будешь попросить и отрежут и было восемь часов вечера то есть это еще было даже не закрытие то есть не 11 часов это вечерело то есть ну как бы я попросила говорю отрежьте мне пожалуйста кусочек от этого сыра на что мне человек который вот обслуживает эти сыры говорит я не могу вам отрезать потому что мой менеджер запретил мне резать от этого значит сыра куски потому что сейчас под сыр на компании а завтра компания меняется соответственно цена будет другая и мне запретили резать этот сыр ебать колотить мы живем в двадцать первом веке вот все привыкли ругать совок а такое ощущение что мы вот до сих пор при совке но не отрезать кусок сыра это нонсенс это вообще как бы это что то есть у меня даже нет приличных выражений чтобы объяснить вообще что случилось игры но отрежьте мне по завтрашней цене просто вот хочу конкретно этот сыр тем более он лежит у вас на прилавке если вы не хотите этот сыр резать трогать уберите его уберите сыр уберите ценник прикиньте что он у вас закончился но если уже товар лежит вот здесь и сейчас на прилавке то какого черта вы не можете отрезать естественно сыр меня отрезали я психанула решила что в общем в эту торговую сеть я по возможности ходить не буду только по крайней необходимости если вот прям других вариантов поблизости нету но я написала в службу поддержки клиентов сервера чтобы посмотреть вообще как бы реакцию такого достойнейшего магазина причем как бы это действительно магазин считается одним из лучших я знаю там азбука вкусы или что там в россии у вас есть чтобы привести как аналог то есть это типа вот магазины которые там не ниши ценовой категории и как мне кажется уже как бы поэтому ну сыр то можно отрезать я же за него платить собираюсь я в общем написала в эту службу поддержки мне ответили и ответили что да какая нехорошая ситуация и что нам очень жаль и что это действительно не входит в политику нашей фирмы извините пожалуйста и на это все ну то есть типа это было как бы отвалите спасибо за внимание до свидания то есть я ожидала что если мне не кусок сыра этого привезут надо ну какую-то скидку какой-то бонус какое-то внимание придете вы в следующий раз наш магазин не придете все равно кто-то да придет то есть несмотря на то что в моем районе где я живу есть еще соседний магазин конкурент данная торговая сеть называется silver совершенно наплевательские вот как бы относится потому что зная что так или иначе от одного клиента его обороты его дохода вообще никак не изменится и вот в эстонии реально есть вот такая проблема что все равно какой бы плохой сервис ты не получил что бы ни случилось в конечном итоге эта ситуация дальше твоих знакомых она никуда не пойдет никто не боится за свою репутацию ну вот возможно действительно ресторанные вот маленькие ресторанчики там действительно можно найти хорошее обслуживание потому что ребята пока еще держится за свое доброе имя особенно после пандемии конечно вот все стараются как-то выжить все остальное а особенно то что более-менее большое плевать хотела на то кто вы что вы чего вы хотите так что вот такой минус в нашей стране я не то что обнаружила сталкиваюсь вот с этим минусом на протяжении всей своей жизни и мне будет очень интересно разделяете ли вы мою точку зрения те кто не живут в эстонии пишите как у вас дела с сервисом да и отношениям между поставщиком услуги и клиентом и давайте поговорим о чем-нибудь еще в следующий раз